Лещина Nice Просто хочу узнать для тебя такой визуальный стиль, графика полная говно или дыхабельно Animal well Это реле нужно вопрос задавать, это хорошая графика или нет, ну типа стиль графики Ну дерьмо же, ну блин, в смысле, в смысле хорошая Почему люди стали настолько говноедами, что нынче вот такое популярно бывает Ну не то что популярно, но просто когда смотришь на отзывы в стиме, тут всегда Overwhelmingly positive Знаете как переводится? Overwhelmingly positive Значит, что почти все оценки прям вот прям нахваливают, нахваливают Overwhelmingly, то есть негативных оценок нету, грубо говоря, почти Там, не знаю, 5% негативных или меньше Слово overwhelming Почему вы все стали такими говноедами? Почему вот вы вот в эти игры играете? Почему вы их покупаете? И самое главное, внимание, внимание, внимание Видите графику в игре, да? Все видите? Игра стоит 449 гривен Типа эта игра может стоить максимум 1 доллар То есть там, ну сколько там, около 40 гривен Как она нахуй может стоить 449 449 гривен это минимум 11 долларов Наконец-то! Игра стоит вот такая с такой графикой 11 долларов 11 долларов, блядь! За что нахуй? За что, блядь? 11 долларов, ебать! Стоп, стоп! Досмотри до конца! Что лучше? Взять CS GO Prime за 1000 рублей в стиме? Или за 100 рублей на лол стим? Я думаю, выбор очевиден! Лол стим это честный и безопасный сайт Где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм Игра 11 долларов с такой графикой стоит Что это? Почему вы такие говноеды? Я не могу понять, среди кого такие игры популярны До меня не доходят Оцени физический движок в игре Нойта Вау, ноль из десяти Ну, графа ноль из десяти Типа это ноль из десяти Литра или ноль из десяти Но вот так ты лучше Неужели ты веришь что я буду играть в игру с такой графиком? Неужели ты это веришь? Вау, физика каждого пикселя, как интересно Подождите, что ты сказал? Игра пиксельная потому что у каждого пикселя своя физика АААААААААААSS А не потому что разработчики бомжары у которых буквально ноль денег Нет, не поэтому, это просто такая задумка А не потому что делали игру бомжи бомжи поставили на на помойке монитор компьютер внутри помойки и начали игру делать не поэтому она пиксельная да не поэтому а потому что стиль такой и такое дизайнерское решение сделать игру в которой каждый пиксель будет со своей физикой и потому что бомжары и делали это на самая пиксельная игра из всех что видел кстати мои версии почему сложно а на самом деле предположение простое то и знаете допустим всегда в любой школе были задроты которые вот учились классический пример задроток к допустим тихий мальчик который в очках и прям усиленно учится и были какие-то там бит後я которые врага других ну или не привет других попросту да есть были там их их бетки короче их подсосы типа бы таль фач Switch и бетки подсосики� игр aquest Twitter которые просто тихонько съевичат а не обязательно какой-то там но там загноблены чего просто просто вот Человек, который любит учебу, учиться задрот. И мне кажется, как известно, в среднем у задротов потом финансовое положение лучше, чем у бедланов. Намного лучше. И типа все эти задроты, они, наверное, анимешники. Вот такое предположение. Потому что то, что я только что сказал, это факт. Что все, кто там любил сильно учебу, у них финансовое положение намного лучше, чем у всяких бедланов в будущем. Не потому, что школьная программа или обучение важно, не поэтому. А в целом, наверное, из-за отношения чисто к этому всему, к саморазвитию. И большинство из них анимешники. Те задроты, которые хорошо в школе учились. Они анимешниками были. Очевидно, малая вероятность, что какой-то бедлам был анимешником, правильно? Вот. Вот моя теория. Поэтому анимешники богатые быть. Я прав или нет? Ну, это моя теория. И что это? Опять деньги? Донат на аниме Джо-Джо. Все кенты не задроты, учеба почти не влияет на деньги. Ну, это мое предположение, я не знаю, без понятия. Я знаю, что учеба не влияет на деньги и не должна. Тут дело не в том, что, как бы это объяснить. Тут дело в отношении. Я знаю, что никак не влияет на то, задрачил ли ты учебу. Я же сам забил на учебу в районе, блядь, еще, ну... Мне стало уже неинтересно и душно в районе шестого класса. Начал я забивать в районе седьмого. А к восьмому классу я уже полностью забил на учебу, потому что я понимал, что это абсолютно бесполезная хуйня и ненужная. Ну, и вообще, в целом. Блядь, чему могут научить в школе? Потому что должен слушаться и повиноваться, и дальше... Ну, так же само все будет. По слушанию, короче, рабов учат. Школа, университеты, армии и так далее. Все эти вот социальные структуры. Просто в целом, ну, если челик задрот и прям хорошо учился, усиленно сам именно хотел хорошо учиться, то есть не его заставляли родители хорошо учиться, а он сам сильно хорошо хотел учиться, то он и в основном потом тоже будет задрачивать, и, ну... Поэтому у него будет больше денег, чем у типичного, скажем так, школьника. Бывшего, бывшего школьника. Ну, это была моя теория, я не знаю. Надо сам объяснять, почему у анимешников куча денег. Потому что до сих пор никто не может понять, почему именно анимешники закидывают миллиарды на аукционах, а на игры почему-то никто не закидывает. По 50 тысяч, по 30 тысяч. Чтобы вот стабильно каждый аукцион на игры закидывали сотни тысяч. Нет, только на аниме в сумме закидывают сотни тысяч. Объясняю. Есть два вида аниме зрителей. Инцелы, дауны, задроты, у которых нету денег, чтобы даже 500 рез донатить. И мажорики, темщики, просто развитые черрики. Это синонимы, подожди? Которые с этой современной рабовладельческой системы вышли. А я все думал, когда же ты появишься? Не, ну, конечно, быть в современной рабовладельческой системе не круто, но это в любом случае судьба 90-95%. Иначе же быть не может. Так всегда, в принципе, было. Плюс такое ощущение, что сейчас нынешняя система современного мира подразумевает прям как можно большее количество рабов именно в процентном плане. Такое ощущение, что процентов 98 должны быть рабами. Выходцы из рабовладельческой системы. Почему я не анимешник? Поясни. Я же явно не нахожусь внутри рабовладельческой системы. Я не смотрю аниме в озвучке. Сразу говорю, забудьте. Я вообще не понимаю, у вас анимешников, которые смотрят аниме в переводе. Вы теряете атмосферу оригинальную эту восточную. Вы не настоящие анимешники, вы не true анимешники. Только благодаря тебе, моя жизнь не такая уж и плохая. Вот каждый раз, когда говорят, что я, типа, делаю их жизнь лучше или благодаря мне они все еще дышат, это достаточно странно. Вот включил, допустим, очередной стрим. Как сегодня, допустим, я вообще убитый, сонный, включил стрим. Как и в подавляющей большинстве случаев, никого никак не пытаюсь развлекать. Просто себе сижу, что-то рандомное пизжу, отвечаю на донаты, на вопрос донатеров. И меня за это благодарят. Типа, ты делаешь мою жизнь не такой уж и плохой. Ты делаешь мою жизнь лучше. Спасибо за стримы. Я не знаю, что отвечать. Я сижу просто убитый, сонный. Я никак для тебя не стараюсь. Привет, Артас. Спасибо тебе огромное за то, что ты есть. Ведь ты очень сильно повлиял на мою жизнь, а именно не по отнах. Только благодаря твоим неоценимым усилиям ты не привнес ничего особенного. Спасибо за детство, на которое ты не повлиял. Ой, блядь! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!